Часто ли мы задумываемся о счастье, о своем предназначении? Торопимся, работаем, но иногда нет-нет, да и приходят такие раздумья. Я не мыслю себя без людей, без работы. Счастье в работе, в повседневных делах, в заботе, вот такое женское. Ну, быть нужно семье, сыну. Сын — это тоже счастье. Но если будет один сын, не будет работы, то не будешь счастлив. Среди лучших людей на Красноярском заводе химического волокна вам непременно назовут ткачиху, начальника смены, Галину Александровну Боронову, делегата 23-й краевой партийной конференции. Когда-то, когда я пришла первый год работать, я все думала, я уйду. Вот, правда, было такое желание уйти, думаю, не переработаюсь, уйду. Думаю, мне надо учиться. А потом вот мне понравились ткацкие станки, шубы этих станков, узлы вязать, ходить, с людьми разговаривать. У нас ведь коллектив почти женский. Вот, у каждого своя судьба. Вот, каждый хочет поделиться чем-то. Другому хочется помочь. Мы говорим, работа — второй дом. Для Галины Александровны ее ткацкий цех стал вторым домом. Не получается что-то у новичка. Боронова поможет первой. Мы в семье-то встречаемся только между сменами. Признается наладчик этого же цеха, муж Виталий Никодимович. У них все поровну. И домашние заботы, и воспитание сына. Вот у нас большая смена. 60 человек от нас. Если вот каждый проявит друг о друге хоть маленькую заботу, значит, коллектив будет хороший. Значит, они куда-то уйдут в другое место, и там они будут себя вести так же. Провожу собрания или пятиминутки. Я всегда стараюсь их нацелить, платить в коллективе, чтобы они поняли, что без коллектива жить нельзя. Что ж, в этом, наверное, и есть радость жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова